Здравствуйте! Я Виктор Баранский и это мой прямой разговор. Еще в начале лета народные депутаты с нарушением регламента проголосовали за так называемый законопроект номер 6327, который положил начало реализации медицинской реформы. Уже тогда он стал предметом критики всех здравомыслящих людей. Отсутствие прозрачных механизмов работы и различные подводные камни давали понять, что медицинская реформа написана не для пациентов и врачей, а для тех, кто будет распределять бюджетные деньги. И вот сегодня мы пожинаем первые плоды. 19 сентября тысячи медработников со всей Украины приехали на акцию протеста в Киев с одной целью – донести горе-реформаторам простую истину. Ситуация в отрасли здравоохранения стала критической. Вместе с громкими и пафосными заявлениями о повышении минималки работников медицинской сферы ввели уравниловку в зарплатах. Хоть какое-то увеличение доходов ощутил на себе лишь младший медперсонал. Все остальные, учитывая рост цен, банально стали беднее. На сегодняшний день задолженность по зарплатам медперсоналу составляет около 100 миллионов гривен. Остается патовая и ситуация с закупкой медикаментов. Последние пару лет эта функция возложена на международные организации. Но из-за того, что Минздрав не может вовремя подписать договора, поставка лекарств постоянно задерживается. И это учитывая то, что выделенные деньги и так покрывают лишь 40-50% потребностей пациентов. Такая халатность чиновников оставляет десятки тысяч тяжелобольных без жизненно важных лекарств. Все мы помним летнюю вспышку батулизма, когда из-за отсутствия сыворотки в Украине умерло 9 человек. О том, что еще вынудило тысячи человек приехать в Киев отстаивать свои права, далее в сюжете. На этой неделе в Киеве врачи провели всеукраинский митинг за улучшение условий труда и против пагубной медицинской реформы, которую активно продвигает Ульяна Супрун. Медработники уверены, что заморская гостья, временно возглавляющая Министерство здравоохранения, крайне далека от украинских реалей. У нас полностью способствовать реформу Супрун. Швидкі повинна бути реформа, але не такая, розумієте. У нас немає бази для цієї реформи, именно Супрун. У нас немає лікарень комплексних, які будуть приймати хворих. У нас немає спеціалістів таких. Возумієте, треба будувати лікарні. За які кошти? Якщо виділені кошти на цю реформу, так давайте моделювати цю швидку, яку ми маємо. Ми 115 років її будували. І не можна рушити те, що ми збудували. У нас модель швидкої найкраща модель. Розумієте, коли лікар приїжджає до ліжка хворого. Європейська медицина, європейського фінансування, європейського підходу до здоров'я людей, до здоров'я націй. Ми сьогодні приїхали. Це не є страй, це просто акція. Тому що ті реформи, які проводяться, вони не проводять задоволення ні медикам, які стоять на першій лікарні оборонені людям. Ещё одне требование митингующих – навести порядок зарплатами врачей, ліквидировать уравниловку і вернуть долги. Была на акції протеста і одеська делегація. В нашому регіоні, також, впрочем, як і по всій Україні, возникли проблеми з задоволенням по заробітной платі. Нам стало нарастати во второй половині года. І медленно, наверное, сначала був місяць, особливо в районах області, тому що медицинська субвенція с самого начала була запланирована з ущербом значительним. На 2-3 місяці не хватало денег на выплату заробітной платы. Врачи передали свои требования міністру соціальной политики Розенко. Вони обещають, що якщо не последують реакції чиновників, то медики прибегнут к більш радикальним акциям, наприклад, всеукраїнському страйку. Первими результатами такой реформы ощутять на себе медработники. Платна медицина станет недоступна для большинства наших граждан. Из-за отсутствия денег люди меньше станут обращаться к специалистам, предпочитая опасное самолечение. А сокращение спроса, как известно, всегда ведет к сокращению приложения. Многие специалисты просто потеряют работу и останутся на улице. И это на фоне участившихся вспышек эпидемий в нашем обществе. Информация о том, что в Одесской области грядет корь, всколыхнула всю общественность. С начала года в области этим недугом заболело уже 585 человек. Две трети из них – дети. В таких случаях медики рекомендуют делать прививки. Но из-за низкого качества вакцин люди попросту их боятся. Сколько было случаев, когда лекарства сомнительного происхождения вызывали ослаждение не только у детей, но и у взрослых. Профилактическую работу так никто и не ведет. Взять, к примеру, украинский инсулин. Сомнительное качество препарата и неумение правильно установить дозу могут оставить еще вчера здорового человека инвалидом на всю жизнь. За искалеченное здоровье ответственность, конечно же, никто не понесет. Если медики выходили на организованную акцию протеста, то среди людей просто царит апатия. Они не понимают, как можно вводить платную медицину в стране, где огромное количество людей проживает в нищете. Кроме того, население не верит, что платная медицина поможет решить вопрос побора в больницах. Об этом нашей съемочной группе сказали сами одесситы. Будет наказаны, во первую очередь, пенсионеры, а во вторую очередь, для нас это очень плохо. Я считаю так, мое личное мнение. Чем платить? Пенсии-то нету. Пусть поднимут сначала пенсии, а потом будем говорить на эту тему. А что с тысячу гривен, что лечить? Я сама в медицине работаю. Нам тоже пытаются сделать эту реформу, но это ужасно. Наши граждане не смогут оплатить. В ближайшее время, конечно, не смогут. Как они могут, с чего они смогут? Тем более, если взять пенсионеров, так это вообще просто исключается, конечно. Но мы, правда, надеемся на то, что отстоят и не будет этой реформы. Денег нет, пенсии маленькие, зарплаты маленькие. С этой пенсии что-то заплатить. Тем более, сейчас лекарства стали. Раньше были лекарства бесплатные, сейчас они платные и очень дорогие. Поэтому, если еще медицина начнет, мы просто выберем. Еще одно нововведение – Институт семейного врача. Также направлен на недоступность медуслуг. Это приведет к увеличению очередей в больницах, считает народный депутат Украины от оппозиционного блока Сергей Ларин. Разве это реформа, когда полторы тысячи пациентов будет на одного семейного врача, которому за направлением к узкому специалисту записываться придется за долгие месяцы. А те обследования, которые государство будет софинансировать, моментально окажутся недоступными из-за нехватки денег на это софинансирование. Как всегда происходит при нынешней власти, реформа направлена на ухудшение жизни наших граждан. Медицина попросту станет недоступной. Вместо того, чтобы начать реформирование сферы здравоохранения, например, сведение страховой медицины, Кабмин в очередной раз залез в карманы простых граждан. Нынешняя реформа здравоохранения в том виде, в котором она есть, не просто не устраивает медработников, но и является опасной для жизни пациентов. Для наших с вами жизней. Это подтверждает и статистика. Почти половина украинцев считает, что за два года качество медицинских услуг ухудшилось, а лечиться стало дорого. При этом больше всего украинцы доверяют не врачам, а советам родных и друзей. Такими темпами мы скоро окончательно скатимся в прошлое, и шаманство снова вернется как средство от всех недугов. Конечно же, реформа медицинской отрасли однозначно нужна, но начинать нужно прежде всего сведение гарантированного государственного страхования. Чтобы необходимый объем помощи могли получать и люди, которые не имеют возможности оплачивать лечение. Ведь сейчас это больше похоже на медицинский геноцид, нежели на медицинскую реформу. На сегодня все. В студии был Виктор Баранский. До новых встреч!